Принципиальнейшая игра между оппонентами Vegas Padron и Just Alpha, однако до матча у нас есть любимая рубрика фото недели LCL, где опять же вы присылаете наши... Закономерно, что как раз-таки перед игрой дробовика. Ну и рубрика нам, конечно, очень нравится. Это видимо Ликрит, который потрясающе... Я думал, это Ясо, но без ничего. Гибрид Ясо и Барда, очень интересный рисунок с пингвинчиками от Марии Лесной. Жаль, от Ликрита Барда мы уже давно не видели. Но вот здесь крайне такой интересный волк М19. Который показывает, где же у него М19. Сердечко. Борис, а где у тебя М19? В печенке. Самое главное, чтобы не в печенке, да. И принципиальнейшая игра. Как раз-таки сейчас нас ждет. И по-моему Лекс не особо впечатлен. Посмотрим после игры, сможет ли Лекс быть впечатлен после игры Пуха. Особенности, в особенности. Потому что Пух сейчас показывает неплохую нам форму. И к тому же для Лекса это тоже удобная мета. Калиста это один из его основных персонажей. И вообще он больше предпочитает Люцианов Калиста. Давайте вспомним составы сперва команд. Команда Вега Сквадрон. Главные претенденты до сезона на чемпионство. Однако по ходу сезона у них немножко форма сбавилась. Но на холле верхней линии в лесу Занзарах средняя линия дробовик. Стрелал команды тот самый Лекс. Эдвард игрок поддержки. И их новый тренер Дмитрий Инви Протасов. Я хотел добавить то, что возможно для Лекса эта мета и хороша. Но есть одна проблема. То, что они с Эдвардом не играют агрессивно. А эти линии все-таки требуют агрессивности. Команда Just Alpha. Верхняя линия. Молодой талант. Босс. В лесу Сет Джестер. Средняя линия Маркер. И агрессивный и жесткий дуобот Пуха из жесткого Макса. Не устанешь ты называть босса молодым талантом. Весь сезон так идет. Есть у него и хорошие игры, бывают и не особенно. Все-таки на агрессивных чемпионах он чувствует себя намного увереннее. К тому же в его противостояниях важно считать, что Сет Джестер не всегда ему может помочь. Из-за своего чемпион-пула, на котором часто отыгрывает. Поэтому основное внимание босс может к себе приковывать, если он справляется с тем давлением, которое на него сказывается. Борис, до отъезда на ЕМ одной из неприятных игр М19 была игра с командой Джаст Альфа. После того у них был уже спойспад, они вновь вернулись в форму. Как ты считаешь, смогут ли они прорваться вообще даже в тайбрейк за плей-офф? Или команда пока не хватает ей опыта и уровня? Я считаю, что, учитывая, что все предыдущие игры были на 7-4, очень сложно оценивать тенденцию, которая выстроится сейчас. У них, безусловно, шансы есть, по той причине, что большинство игр будут так или иначе монеткой. Бутлейны с Люцианом, с Калистой, это все прекрасно, но тебе необходимо хотя бы две недели, чтобы наиграть энергию с суппортом и делать вещи правильно. Скорее всего, мы увидим очень много оверагрессии со стороны любого задешника, который будет играть на подобных чемпионов. Кому оверагрессия более приятна, как среда для своего стиля? Лексу с Эдвардом или жесткому Максу и Пуху? Я думаю, Пуху, по той причине, что у него в лесу бывают хикаримы и все проще. Как-то, да, они выкарабкаются. С другой стороны, у Веги часто в пике Мальзахар, и Мальзахар очень сильно это наказывает. В принципе, динает любые возможности захода вперед тадешника. Кстати, одним из элементов важных прогресса команды Just Alpha был Маркер, который вернул себе былую форму и заиграл так, как от него ждали до этого. Именно о своей игре с Маркером и своем необычном пуле чемпионов нам рассказал Сет Джестер, лесник команды Just Alpha. У нас с Марком немножко разные взгляды на игру. Он привык, что в прошлом составе Punisher и прошлые Just'ы играли через мид, уделяли очень много ресурсов на мид, и уже Марк пытался что-то с этим сделать. Мне этот плейстайл как бы нравится, то я не хочу, чтобы всегда им играть, чтобы по-разному играть. Марку не очень нравится мой чемпион пул. И как, мы иногда это вроде фиксим, вроде нормально, все, неделю играем, потом там проигрываем какой-то скрим, опять начинаются там разборки, обсуждения. Я думаю, если мы это пофиксим, типа мы топ-1 будем, поэтому это, я думаю, у многих командах есть такие дискуссии, просто у нас может это чуть ярко выражено. Я думаю, нам вполне по силам обыграть Вегу, потому что с приходом новым тренером, как бы у нас мы рефрешнулись, так сказать, обновились, полны сил, и как бы думаю, за эту неделю мы подготовимся, будем играть еще лучше. Обновились команда Just Alpha до последней прошивки, однако вопрос, есть ли в ней новые чемпионы для Сэджестера, потому что Маркер-то заиграл вроде бы и на Талии, и на Синдрея, и на всем, что есть в мете, а вот Сэджестер как-то отстает от него. Я думаю, за год не нашлось чемпиона нового, необходимого для Сэджестера, поэтому он от своего чемпиона пулу отказываться не будет. Для Марка это понятно, почему все идет не совсем сладко для его линии, потому что большинство из этих персонажей не могут ему помочь, то есть агрессивные связки исполнять крайне сложно, поэтому Маркер бывают и проблемы на центральном коридоре, а вот Дробовика это нисколько не смущает, потому что Занза в любой момент может на его линии помочь, и вообще здесь часто может быть это определяющим противостоянием Веги против Джастов, потому что если Сэджестера с самого начала не выключать и давать ему разгоняться по ходу игры, то скорее всего Джасты смогут провести комфортный для себя матч и выиграть игру, но если Занза все-таки с этим справится, то я боюсь здесь будет такая уверенная победа от Веги. В чем проблема вообще была у команды Вегас Падрон, потому что у них были неровные игры в последнее время, что мешает им вернуть свое былое доминирование на карте? Я думаю то, что в последней неделе Занзарах выступал неплохо, но не так, как до этого. Его линии все еще надеются на то, что он сможет их затащить, на то, что он сможет вывести кого-то вперед, но тем не менее Занзарах почему-то перестал так много ганкать и больше ориентировался как раз-таки на похожий плейстайл стажера, то есть вытесень вражеского лесника, попытаться дать своим линиям свободу, но тем не менее его линии этим не пользуются. Дробовик склонен играть довольно-таки пассивно, без прихода лесника, как и в принципе ботлайн. Кстати, интересно было то, что игроки Веги отмечают, что у них проблемы были в драфте долгое время, именно поэтому аналитик команды Инви стал тренером, чтобы помогать им с этапами. Борис, насколько, по-твоему, проблема была именно в драфтах Веги и смогут ли они, нашли ли они уже новую почву, чтобы играть уже в дальнейшем более уверенно в драфтах именно? Никогда нельзя сказать однозначно по драфту, хорошим или плохой. Необходимо знать, как команда может реализовать те или иные вещи. Из того, что я видел пару недель назад, Вега драфтила не совсем уж плохо, но при этом она не понимала, как реализовывать свои сложные пауэрспайки, которые у них из драфта выходили. Не было плавности, не было четкости. На прошлой неделе все стало попроще, они отошли в сторону от каких-то выдумок и все было более-менее. На кого ты ставишь в этом матче, Борис? Вега или Джаст? Вега. Игорь? Вега. Соглашусь, Вега Скотерон. Вы были близки, кстати, вот два эксперта моих личных. Ошибиться в предыдущем матче поставили на команду М19, а ведь бластинг мог уже выиграть бы. Постоял на гамбитов, был тоже в шаге. Все равно отдаете голос. Ты концовку вспомни прошлой игры, она была феноменальна вообще, командные сражения там проходили, я сам уже прыгал с одной стороны в другую, что команда гамбит может выиграть действительно, но все-таки не додавили. Вега и Джаст – важнейший матч для этих команд. Слово вам, наши коллеги, Флэш и Алсер. Итак, пока Алексей со своими личными аналитиками сейчас будет разбираться, почему их прогнозы такие неточные, такие предвзятые, мы будем комментировать матч Вега против Джаст. Джасты последний шанс имеют на сохранение шансов в плей-офф. Завтрашние все равно матчи не только от них зависят. Им нужно выиграть две, нужно, чтобы Вега проиграл две, и тогда у Джастов будет шанс и будет потенциал для тайбрейка. В противном случае, если сегодня Вега выиграют, ну все, тогда… Ну, две по две – это здорово, но нужно как минимум выиграть сегодня, потому что тогда уже, если они выиграют сегодня, к сожалению, не помню, кто играет первой завтра, Джасты или Вега, но в любом случае Вега будет… Джасты будут уверены, что окей, у нас вторая игра, мы должны ее выиграть, а там же как пойдет, Вега выиграет или нет, это уже дело не наше, потому что уже М19 выиграли. Но при этом, знаешь, там могут быть сценарии, при которых одна из игр вообще ничего не решает. Если Вега завтра выигрывает свою первую игру, все, ничего не решается. Если Джасты проигрывают свою первую игру, Веге ничего не решается. То есть одна из завтрашних команд может оказаться в расслабленной зоне, либо будет неврасслабленной, и тем интереснее будут тайбрейки. Так что… Если Джасты будут играть первую, они выиграют, то мне будет очень интересно смотреть на лица Веги, в принципе, перед матчем. И Вега – это не та команда, которая со стрессом и с давлением справляется вот так вот щелчком пальцев. Они как раз наоборот могут занервничать, могут… А вот так вот двумя щелчками. Двумя щелчками, но, Юрий, я не знаю, сила двух щелчков, она очень может быть странной. Итак, некоторые игроки в лиге у нас тренировали Кледа к этой неделе, Клед появляется периодически, но босс может остаться верным себе и продолжать играть на Фиоре, Камилле и Джейсе. Пока что в блокировку отправляются Фиора Шен, и, возможно, у Нанхоли появились какие-то новые интересные ответы на пики босса. В прошлый раз босс и Нанхоли, по-моему… Нанхоли оказался сильнее на топе. Хотя… Нанхоли, по-моему, тогда переигрывал как раз с Олеси на Камилле. Камила отправляется в блокировку. Будет ли это ФП Джейса для Нанхоли? Вот интересный вопрос. Это будет очень здорово, если это будет так. Или если это будет блокировка от Джаста Офф Джейса сейчас, что это тоже по-своему логично, может быть. Занза много играет на Рингаре. Джейстер на Рингаре показывал неубедительный отыгрыш в своих матчах. Так что… Посмотрим. Пока что последняя блокировка для Джаст Альфа. Это будет чемпион под названием Там Кенч вообще. Что? Джейс. Интересное решение. Ну, Джейс, опять-таки, от босса был не таким убедителем, как Фиора или Камила, потому что Джейсом все-таки нужно больше… Нет, он был хорош. Но он был неплох. Он был неплох. Но он не смог изменить ход игры. Лулу для Эдварда сразу же берется. Оба саппорта предпочитают вспомогательные пики. А вот Пух, кто-кто-кто, а Пух тренировал всю неделю Люциана эксклюзивно много очень активно. Так что… Есть еще несколько стрелков в лиге, которые на Люциане много играют. Например, Лекс сам тренируется на нем. Но у него и Калисто была давным-давно наиграна. И может он ее показать в связке вместе с Лулу легко. Калисто и Люциан вообще – это извечное противостояние на боте пару лет назад, когда Калисто была метовым чемпионом. Ну а вот Джейса не берут. Все-таки пока что Джасты. Есть более важные приоритеты. Наверняка у обеих команд есть уже какие-то новые решения, новые ответы. Джейс к тому же ослаблен был патч назад. Грейвз для Занзары. И что будет еще? Уже есть бан на мид один со стороны Джастов. Возможно, мидера захотят вега сейчас забрать. Либо, опять-таки, можно и топ сделать, потому что Джаст могут забрать топ в последнем раунде первого драфта и заблокировать двух топеров Нанхоли, чтобы выбить невыгодные матча для него. Сам Нанхоли тренировался, например, на рамбле в ранговых играх, но не успешно на последних двух неделях. Это в итоге будет Грагас для Нанхоли. Вряд ли для... Ну тут нет других вариантов, уже с учетом. Грейвса. Когда-то еще можно было считать, что это флексовый пик, потому что Грейвс мог пойти на топ, а Грагас мог пойти в лес, но Грейвса на топе сейчас не играют попросту. Да, раньше он был достаточно популярен. И очень силен. Итак, последний пик для Джастов. Очевидно, что Вега будет блокировать дальше топеров, если сейчас Джасты не... Соизволят их взять. Ну это кармы для Макса. Ну хотя, на самом деле, по кому тут можно сыграть? Еще по Джейстеру можно два бана сделать. Ноктюрн Хикарим, например. Нет, Рамус Хикарим. Ну, опять-таки, Рамуса не стоит бояться. Тем более, когда у тебя есть Грагас и Лулу, я не думаю... Это ты Джейстеру в лицо, скажи. Я, честно говоря... Он как тебя затаунтит? Меня? Да, возможно. Возможно. И переедет. Скажет Укэ. И переедет. Кейтлин против Лекса. Вот так. А будет ли Калиста? Что, если не будет, странно будет. Уже две игры Калиста сегодня выиграла, и Джасты, я уверен, их смотрели. Должны понимать, в чем сила Лекса самого. Лулу и Эзрили играют только одна команда в мире. Это обычно СКТ. Это вряд ли будет... Что это может быть еще, Юрий? Как-то считается. Эш для Веги. Джин? Инициации у них достаточно. Это будет Джин для Веги. Джин может быть. Может быть. Джин с Грейвисом и с Лулу. Слушай, но ты был прав насчет Рамуса. Вега, несмотря на то, что, на мой взгляд, у них чемпионы, которые не особо против Рамуса страдают, все равно Рамуса в блокировку отправляют. Странно будет тогда вторую блокировку в лес не сделать. То есть у босса остается все, что ему угодно. Дробовик на Джейсе играть не будет. Лебланка против дробовика. Такой немножко нишевые баны идут во втором раунде. Необязательные, по-моему. Хотя Кейтлин против Люцина неплохо. Джейс-то можно банить? И Наутилус, смотри. Наутилус против босса тоже. То есть 4 блокировки в топ и 1 Рамус в лес. Хотя, мне кажется, сами джасты должны уже понимать, что с Рамусом у них получается хуже, чем и с Ноктюрным, и с Хикаримом играть. Тем более Карма, Карма, Хикарим, все дела, скорость. И что забирают сейчас? Топера, лесника, может быть, даже флексовый какой-то бик найдут, который и там, и там может показаться. Рениктон. А вот это интересно. Босс нам Рениктона еще не показывал. И на основном аккаунте у босса его тоже нет. То есть тренировал где-то на других аккаунтах, на своих. Веге осталось забрать мид и стрелка. Есть Калиста. Есть Эш. Есть Джин. На мид у Брюбика даже сложно сказать, что вообще тут может быть. Вариантов много. Ари есть, Ори есть. Владимира, правда, нет. Ари есть. Ори есть. Калиста пошла. Третий матч подряд, кстати, уже идет Калиста. Вот этим, мне кажется, и ошибкой был бан Кейтлина, потому что либо ты банишь двух стрелков и Кейтлин, и Калиста, либо просто одну Калиста. Ну, пускай берут Кейтлин, Лу, но потерпите вы на линии. Возьмете агрессивного лесника и разыграете. У Веги стандартный очень драфт. Арианна пошла против Тиндры. Калиста для Лекса. Как раз Вега драфтит как положено, как нужно в этом обновлении сейчас делать. Я вообще пока не верю. Может ли это быть свинка? Может, конечно. Джейстер. Правда, так, мне кажется, Сиджуани странненько заходит, когда у тебя в композиции нет какого-то ОЕ, и Зака тренировал Джейстер. Джейстер тренировал Зака. Есть, правда, некоторые предубеждения в том, чтобы брать Зака против Грагаса, потому что Зак не может долететь против хорошего Грагаса никогда. И даже Лула может ему сбивать его прыжки. И даже Ариана может сбивать. Но Ариана это очень сложно, скажем так. Но, друзья, Зак, Сиджейстер на нем тренировался и играл. И Вега не очень удивлена, я думаю, этим пиком. Вообще, когда команда видит Зака, я думаю, они обычно радуются, потому что я за последние года-два Заков, знаешь, по пальцам одной руки успешных можно пересчитать. Заковской из трех пальцев. Такой зеленой, жиженькой немножко. Такие дела, такие дела. Зак это чемпион эпохи как раз того самого Атрокса, которого в последнем обновлении и переделали, и уже ход фикснули в сторону усиления достаточно мощного. Однако, по мнению большинства игроков, этот Атрокс стал еще более слабым, чем был старый. Но его может быть, то есть то, что его переделали, значит, обратили внимание, может быть, как-то еще усилят. В любом случае, Зак это персонаж немножко олдскульный, его прыжки все сбиваемые, а вследствие чего эпик он очень нишевый, и очень много есть персонажей, которые против него эффективны. Но Сиджуани тоже не заходил. Люцина мы не видели еще. Не видели. Очень будет интересно посмотреть на то, как Пух будет отыгрывать на Люцине, потому что от него зависит достаточно много. Чемпион скиллкапный, в принципе, и на нем обязаны сейчас стрелки разыгрывать. От этого зависит. Я бы сказал так, сейчас он стал еще более скиллкапный, потому что теперь с уменьшением времени на прокаст кьюшки он обязан разыгрывать. И если он не разыгрывает, он фармить не может. Он спамит обилками, и если ты спамишь обилками неправильно, не четко, не как это, знаешь, если ты за райзу за старого неправильную камбу выдавал, не в правильном порядке нажимал кнопки. Да и за нового. Да и за нового, да и за любого райза, да. Итак, друзья, Vega против Just. Это одна из немногих игр последней недели, которая может кардинально изменить ситуацию в турнирной таблице. И, конечно же, болельщики обеих команд пристально наблюдают за матчем, потому что он может расставить все точки на И, как сказал у нас кто-то сегодня в интервью. 30 секунд до преживания. И с точкой, которая? Да. В украинском даже есть с двойной точкой, но ИИ называется. Я несколько лет преподавал английский, мне всегда очень нравится, когда люди спрашивают, когда я говорю, а, это какая? И с точкой? Нет, И без точки. И как русская. Ну, вообще там... То есть Ю. В английском И это Е. Вообще. Оно тоже может быть с точками. И оно может быть даже там с всякими значками над ними. В любом случае, друзья, у нас тут урок крутой League of Legends, а не языковой. Поэтому будем смотреть, как нам команды сегодня покажут отыгрыш свой. Дробовик уже... А нет, это Грагас получил. Одного Крипчука, в смысле, один Вардик снял. У сет-Джестера. И заходят во вражеский лес. Вега пытаются задинаить. И динаят парочку. Три мелких Остроклюва. Занза! Четыре! Занза забрал! Четыре мелких Остроклюва. Три маленьких, один большой. Да. Это приятно в любом случае. Приятно то, что Зак ничего не получил. Но он получил одного вроде. Кстати, это СКТ-шный, да, скин на Калисту? Она празднично выглядит. Я, правда, Калисту в своих ранговых играх не видел очень давно. Я вчера читал, Юрий, знаешь, что очень интересный гайд от профессионал... Не от профессионалей, от очень сильного игрока уровня Diamond 3 и профессионального доджера игр. Он писал гайд, какие игры нужно доджить. Он там писал, знаешь, это идентификация на стадии лобби, что игра будет проиграна. Очень полезный гайд. Читать я его, конечно же... Использовать я его, конечно же, не буду. Читать я, конечно же, его вам не советую. И да, если не советую, то читать точно. Но было интересно. В свое время, кстати, уворот от игры не считался съемом ЛП, правильно, Стивей? Конечно. И были игроки, которые, скажем так, играли только те игры, в которых подходили соперники, да там, тиммейты по команде. Да. И тем самым набирали очень много очков. Пока мы обсуждаем, у ворот плей-оффов стоят жесты. Ух, стреляет полезно. И у этих же самых ворот есть один только лишь враг, и это команда вега сейчас для них. А еще есть один воротарь. Верно. Тут ловить, правда, кроме прыжков зака особо нечего. Но надеемся, что не будет ситуации того, что джастам не будет чего ловить. Ах, вот сейчас вам прям вообще аж по печеночке попало. джасты в пушины. Правда, добивают прекрасно миньонов. А вот этих трех пропустил. Ну, такое, да, там, по-моему, одного только добил первого. Хороший очень щит от Эдварда. Мелочей на таких ботах не бывает, потому что такие боты... Кстати, обрати внимание, Эдвард сегодня первый игрок поддержки, который играет с воспламенением. И джастер заходит. Может быть, агрессия от Веги. Ой, это сейчас джастов, прошу прощения. И... Все видят, олень, все видят. Олень? Олень, здравствуйте. Нет, восьмой. Всям олень. Я не особо большой эксперт, как их отличить, если честно. Я... Горазный у них, лоу. Не, понятно, да, но просто, знаешь, есть там люди, которые обожают в свободное время смотреть National Geographic и там, знаешь, внезапные сведения тебе про... Здравствуйте, дорогие друзья. Оленьи, Тутанхамона и Титаник могут рассказать. Никогда не знаешь, какие сведения подойдут. ты про Николая Николаевича. А, он там что делает-то? На National Geographic или нет? Нет, я просто... В мире живет. Тем временем... А-а-а... Попал, попал. Ну что, какое-то... Попуху. Но Эдвард тоже просил сильную. Карма вообще очень хороший чемпион поддержки на таких линиях. Лула играет. С другой стороны, у Пуха еще есть зелье, а нету его уже у Лекса. И длинные мячи есть у обоих. У кого длиннее, это всегда. Ой. Но... Я не подумал, когда это сказал, Юрий. Такова судьба, знаешь, всех игровых комментаторов, которые... Не аналитики. Я бы рассказал у кого, но не буду. Там Пух несколько недель... Не эфирный это разговор. Пух несколько недель назад, ну, чего там... Рассказал. Пух не знает, какого длиннее, но кого больше точно знает. Камон! Хватит. Ты завел этот разговор. Юрий. Синдра Арианна, я слышал от тебя, что это противостояние 55 на 45. Почему? 53 на 47. Уже стало в твоем рейтинге. Да. Откуда взялись эти 2% и откуда была равенца изначально? Очень агрессия, агрессия большая от Синдры, но просто Арианна... Если... Если Арианна стоит правильно и ее команда не подводит, тогда матчап даже 50 на 50. Но базово при средней игре от мейтов мидеров, то есть от других линий, от лесника, от саппортов, базово Синдра имеет чуть больше инициации. Я бы сказал, что в ранговых играх, да и в обычной игре, Синдра намного более сильный чемпион именно в этой линии, потому что она, по идее, противника убивать может, Ариана, по идее, нет. Если только Синдра не очень сильно ошибется. Тем временем, Джейстер гуляет на жабе. Прям по ней, что ли? Так. Он может на нее запрыгнуть сверху, но она его столкнет, скорее всего. Или съест. Интересный, кстати, новый, абсолютно свежий на топе матчап Ринектон против Грагаса. Грагас его стоит очень бодро на фулл-хп, правда, недавно потратил телепорт. То же самое сделал и босс. И босс играет с одним даранным клинком сразу же в Теомат. А он в холле пытается терпеть с колечками дорого. Оба стрелка с клинками будут сверху этого короля. Прочекивает Санза Джейстера. И Санза, кстати, Джейстер уже опережает. Он шестой. Вообще, и дробовик сейчас маркера на базу отправил, правда, по фарму он отстает. Причем серьезно, на целую пачку на 6 миллионов. Ну, сейчас на это, мне кажется, он чуть-чуть, может быть, отыграется. Ну, к этому времени вернется маркер, который уже явно на ботинах себе на... Не вернется к этому времени, хотя тут тележ... Тачанка, Тачанка, я учил, я учил. Я понимаю, Юрий, Школа скилла Flash of the Night, друзья... На тачанке бэкнусы, правда, как Ген же уже рассказывал. бэкнус на тачанке и теряю башню после этого. Сразу же, смотри, дробовик, это Владимирский, мне кажется, такой, не центральный, а рефлекс покупать мерки против Син, например. Так, по максу играют, был сопутствующий еще урон у Грейвса, но Занзар даже решил его не тратить, чтобы сохранить для потенциальной агрессивной действий в лесу дальше. Это абсолютное умение. Подожди, это у Занзары, кстати, взят. Ты видел у него? Он играет с кровожадностью воителя, по-моему. Вот это интересное решение. Ну, показывать там, конечно же, скоро будут. Да. Оп, и ускорился, и побежал быстрее. Ну, там баф не очень большой в любом случае. Ну, такой, 0,75 секунды на 30 процентов. На 75 секунд? 0,75 секунды. На 75 секунд это было бы чересчур. Тем временем, джейстер ворует синий баф, как и Занза, но учитывая тот факт, что маркер купил себе с базы потерянную главу и босс очень сильно подставился. Вообще, странно, что Нанхоли зажался так. Мог попробовать добить, хотя, конечно же, когда Ренингтон включает Тирана, очень сложно оценить, насколько... Там со скачка может быть оглушение на 2 секунды и Лесник может быть... Со скачка оглушение не будет, потому что Ренингтон без оглушения выбился, очень без скачка, а вот как раз Грага с ним. Но Нанхоли, видимо, ожидал, что прям уже выскочит на него сейчас Зак. Я просто... Я не знаю, ты помнишь, это те же самые финалы, как раз, где играли тогда Делефины с Ликритом и Винцентом, где Смурф на Хикариме вот так вот, проигрывая линию, к себе под башню загонял тоже очень такого какой-то лейнбуле чемпиона тогда. И Инсеклу. Типа, да. Как ты на Синдре когда-то, Инсеклу? На Хикариме можно на Крага Синдре. И как все на Лесине, А, ну да. Так вот, и оба мидера... А, подожди, а какой маркер это синий баф учетился в итоге? Он в итоге забрал его, что ли, своровал? Маркер вор, получается. Он свой синий баф забрал. В законе ли? В полном законе. Он сейчас на 8 миньонов законно опережает Арианну, смещается в сторону нижней линии. Занза пинг выдает. Нет. Он забрал чужой баф, ему его отдал Джестер. Потому что Занза имеет свой баф. Да, все верно. Просто лучше вокруг миды понимают ситуацию и более комфортно себя чувствуют. Джестер играет очень смело против Грейвса. Занза в итоге красный баф забирает. И это правильнее. Он обязан был начинать с красного бафа, чтобы дальше вот так вот по Джестеру играть и вот так его просаживать. На боте Пух остался сам. Ой-ой-ой, Пух, проблема! Сразу же играет Лекса скачка. Сможет ли добить? Пух выживет. Что ж такое? Как же он так ошибся, учитывая то, что кармы не было, надо же было назад отойти. Надо было назад отойти, но я на самом деле тебе так скажу, размен сопоставимый. Ну-о-о. Воспламенение и скачок на исцеление и скачок. Нет, да, и на уход на базу. И на уход на базу, да, да, безусловно. Но просто как бы... Не так страшен, черт. Вега, да, Вегас на все деньги тоже по нему сыграла, поэтому Джестер! Джестер! Рогатка! Прыгает! Рыбовик тратит скачок сразу же. Это был хороший мув от джестера. Дробовик просто разменялся. Это тоже хороший мув со стороны дробовика. Оба игрока сыграли правильно. Теперь вопрос в том, как они, зная новые сведения, да, то, что у дробовика скачка нет, воспользуются. И воспользуются ли, особенно учитывая то, что соперник дробовика Синдра? А, воспользуются, друзья! Вот так вот джесты забирают Он не зависла. Нет, дробовик сейчас просто, знаешь, мне кажется, он хотел впушить эту волну и бэкнуться, и все, и как бы забыть об этом, об этих проблемах. А в итоге проблемы о нем-то не забыли. И в ранговых играх такие лесники, они самые неприятные, самые жесткие, потому что они ведут себя, то есть ганкнул и отпустил, а нет, вернулся сразу же после этого, напряг еще больше, забрал убийство. У маркера есть все. Бояться ему Грейвса не стоит. Поступ Меркурия и когда Ариана или Синдра начинают проигрывать в этом матчапе, они начинают уже, как ты, Миша выразился, проигрывать на все деньги, потому что труднее становится с каждой смертью стоять. Ну, здесь, я думаю, каждая смерть, это все-таки дробовик, это игрок осторожный и в первую очередь игрок пассивного стиля больше, чем агрессивного. Он от обороны играет зачастую лучше, чем когда он играет в равенстве. И уж точно играет лучше, чем когда он агрессивно ведет и так далее. Очень немного игр есть, где дробовик действительно из преимущества выжил как можно больше, да, и жестко там выиграл всю игру. Это не совсем его стиль и это не совсем то, как он привык играть. Неужели Лекс? Неужели? Неужели Лекс? Все, Юрий? Да, это пока все. А вдруг босс а хочет я инсайд скину? Юрий сегодня удивляет немножко и бейтит в то, чтобы спросить, что же он хотел сказать. Ничего не говорит после этого. Джестер, там была ульта на милан и размен на миде. Маркер просел, но вышел. Но заглянье призывателя не потратил и Джестер должен сейчас стеной встать перед мидером, чтобы дать ему пройти. Дай пройти. Но по-моему, он как-то не особо стеной решил встать. Ну такая, знаешь, как сам Зак жиденький, так и стена у него тоже не очень плотная получилась. Литерно. Заунское, что-то там у него название такое. Заун... Заунское, что-то там у него. Он вообще в одних трусах. Причем здесь это? Что вы хотите этой выводе сказать, Юрий? Объясните, пожалуйста, что у него заунское. Да, он стеснялся встать стеной перед публикой, поэтому выпрыгнул. Застеснялся Арианны, да у нее вообще чувств нет. Она механическая. Тогда Занза стеснялся. На боте! Лекс пушивает башню. Меньше половины здоровья у нее остается. Скорости атаки у Лекса много. С другой стороны он зеленый. Мне кажется, мы с тобой разные игры комментируем, Юра. Ух ты, как пух сердечком достреливает. И у него Даби Ниндзя. Даби Ниндзя, Юрий. Это норма. Это сейчас часто достаточно собирают АДшники. Часто собирают. Факт. Ну, просто дробовик подставился во второй раз. Был простой момент, где Евгений не имеет права. В моментах, когда на самом деле такие ганки с Заком делаются, интереснее всего смотреть не только на сам розыгрыш, он обычно простой, потому что простые заклинания. А как он позицию занял? Откуда он выпрыгнул? Как они заставили Ариану встать туда, куда Зак может дотянуться своей рогаткой? Спасибо за гайд нашему реплеймейкеру, Михаилу, в прямом эфире. Но мне не очень приятно смотреть на то, когда дробовик прожимается и скачок выходит из ганга и через 20 секунд опять умирает. То есть, ну пропустит этих 5 гнипов. Лекс, Лекс, Лекс! Лекс минус. А, нет! Тут еще запасы есть на самом деле. У Лекс хотел играть, ну, по максимуму выбить из противника, потому что скачок он и так и так тратил 100%, но... Ну там, нет, на самом деле Эдвард просто сбил прыжок бы в любом случае. И то правда. В итоге заставили много времени потратить много заклинаний, а на миде-то башни. Так, по дробовику играет Джейкер, но маркер без ульты, если дробовика улетал у самого, Макса взрывают и этот размен будет как минимум один на один. Маркер промахивается своей W. Санза! Ой, не смог увернуться и тратит тоже свой скачок. Если бы W не попал, то можно было бы и раньше скачок выбить или вообще убить. Но джасты идут вперед, хотя и по золоту крови. На боте башня быстрее упадет, на боте должна быстрее башня упасть и первую кровь башни и первое золото от башни получает Вега-Сквадрон. Хотя, в предыдущем патче как раз этот момент понерфили и не так много золота получают теперь все игроки. Не так много, но это все же выгодный размен, хотя опять-таки... Ну вот мы увидели, что на 300 золота всего разница стала. Ну она есть. При этом, что важнее намного, джасты забрали башню, у которой было полное здоровье, а Вега забрала башню, у которой было 20% здоровья. Следовательно, именно по башне розыгрыш выгодный для джастов, потому что впоследствии не факт, что по миду было бы так легко сыграть. И башня в целом более важная, конечно же, на миде. Она обзор дает. Она дает обзоры, когда пропадает обзор лишнего противника за такие лесники, как Зак, как Фиддлстикс, намного более редкий даже, чем Зак, хотя Зак сам по себе не очень популярен, становится намного сильнее, намного опаснее. Крокодилу сейчас будет очень трудно стоять без ботинок против дуолинии. Вообще не очень понимаю. Тут босс против танка первым предметом собирает титаническую гидру вместо черной секиры. Черная секира мобильность дает, откат перезарядки дает, пробивание брони. Там трудно вообще играть против Грагаса, видимо, и поэтому он просто старался в пуш играть и фармить максимальный и офенсив итем. Тогда это просто... И ты можешь тогда купить, ну ладно, неважно, повтор драки как раз. Ну, Макса взорвали здесь, а потом маркер вэшкой промазал, мог бы хорошо сыграть, если попал. 1-1 был размер. Неплохая инициатива была от жестов. Макс хотя бы зашел и пытался что-то сделать. Так, идут вега в агрессию на топе. Пух играет по лексу очень смело, как бы не слишком смело и тратит свой скачок. Почему Пух, прожимая скачок, джестер стоит и фармит големов своих? Не, ну это вопрос к Пуху, почему он сделал ешку, когда его лесник фармит големов, а они отпушивают волну миньонов. Тут, я думаю, все-таки... Почему я сделал флэш пятерых и умер, а ты фармишь в райтовке? Не, я не согласен. Это всегда виноват тот, кто фармит. Хорошо. Окей. Не надо, потому что фармить, идет драка. Надо драться. Я как будто сейчас такие нотки Зака слышу в тебе, Юрий. Это в Заке все нотки, которые есть, мои в нем. Джейсер тут натягивает свою рогатку, готов лететь. Так он уже там с големами справился. Но все, больше нечего делать там на топе теперь, кроме как рогатки натягивать. Зак, хулиган такой. На боте тем временем Ринектон и Грагас стоят. Ну я просто как бы, понимаешь, ты можешь взять одну гидру, которая ненасытная, ты можешь выформить просто три леса с ней. Ты можешь за контрджанглить вражеского лесника, можешь кораблопустать. Оп, играют по Лексу, но это очень такая не опасная игра. Вообще на пол хп поиграли вот. Ну, как бы у Лекса не было заклинания призывателя, очевидно, у Эдварда не было абсолютного умения. Очевидно, что это не должен быть отыгрыш на треть хп на 19-й минуте. На половину. Которую сейчас Калисто за три автоатаки фул вернет. Дробейк играет по маркеру со скачка, появляется Грейвс. Как бы Дробейку сейчас не погибнуть самому, но у него есть... О, погибает! Потому что, моя Кэтапанга плохая сегодня. Не погибнет! Вообще не считается у Сидры полный проказ, он просто не нанесет урода никакого. Фулка почти остался, чуть-чуть не повезло. Зак тем временем... Все стесняется до сих пор. Стесняется в одних своих плавках, но Пух стреляет за него, Джейстер прыгает по лаге, прекрасно, идут дальше, Джейстер играет со скачка. Ну давай, ну Пух стреляй! Пух, очень опасное положение, Лекс продолжает кидать свои копья. И в итоге появляется Нанхоли, по Пуху играют и минус Пух. Но если не стреляет, то уже... А теперь что Ринниктон на боте за это сделает? Ринниктон с Гидрой, которая по башням работает намного лучше как раз. И она по башням урона имеет намного больше, как и сам Ринниктон. Так что там размен Герольд на башню был бы невыгодный, правда Ринниктон похоже не успеет ничего здесь сделать вожитаря на подход. Как-то странно, дробовик имеет 0-3-2. Бывает. Тренд прошлой недели продолжается, Маркер играет хорошо на самом деле. Ну, есть ошибки, но в целом он чувствует себя очень уверенно. Дробовика опережает. Мне почему-то нравится наоборот предметы. Мне нравится эхо Людена на Синдре, мне нравится Мучение Леандри на Ариане, да, все соберет наоборот. Ариана для меня более защитный маг, которому нужно больше пробивания и больше сустейна. А Синдра для меня более мобильный маг, которая должна оглушение раздавать со своего хорошего мумент спида. Я думаю, здесь дробовик, который сразу прожимал барьер, увернулся от стана. Он не увернулся потом ни от одного заклинания еще, а нужно было как раз от них увернуться, может быть, даже больше, чем от первого стана. Ну и пух здесь не уходил. Ринектон на боте потратил свое абсолютное умение, разменял его на Грагаса, но Грагас даже без этого смог все сделать. Рингтон. Рингтон. Нинан Холли уже себя ведет нагло. Я просто не особо, вот знаешь, я никогда не понимаю таких Ринектонов. Не в плане босса, а в плане джестера. Босс Ринектон, он на 21-й минуте в игре имеет счет 0-0-0. Любой чемпион, который имеет на этой минуте счет 0-1-0, который играет против Ринектона, обычно становится полезнее, чем он. И здесь вопрос, зачем такого Ринектона брать, если вы его не реализуете? Это вопрос многоуважаемому тренеру команды джестов. Возможно. На самом деле этот переходный период у команды джестов сейчас, да, все-таки от одного тренера переходит к другому, и там коммуникацию пока наладишь, тем более тренер не с командой сейчас все еще находится. Тренер у них иностранный. Ну и уже сможем мы оценить его результаты работы ближе к летнему склитеру. Я просто предвзято отношусь к Ринектону, как я уже говорил. В принципе, я пока не вижу его силы, если только у него на топе не сидит постоянно лесник. А так и надо его играть, так его и играют, поэтому он и появился, потому что сейчас возможность посидеть на топе была некоторое время у игроков. Играет джестер, но уже потрачены некоторые умения. Босс прилетает на 3-е хп, босс, что происходит? Вообще сейчас его Занзара может и взорвать. Там копья есть, маркер здесь, стан по Занзаре, по Занзаре. Нет, это был Микаэль от Эдварда, благовременно собранный уже. Интересное решение здесь, как раз двух станов снимать больше-то особо нечего. Да, но это все очень здорово, за исключением того, что Нонхолли-то пушит. Нонхолли пушит бот, действительно. У него, хоть и нет еще перчатки или ледяного сердца. У него есть пузо, которое неплохо танкует все равно. И вышки он тут забрал, вышку-то 2. Просто на фулл хп. Прилетает босс, босс на фулл хп, но он без ульты, как бы сейчас ему не навалял Грагас на самом деле. Нонхолли просто собрал даже облачение тупов, учитывая то, что он играет против физика. Ну, это странно. И сейчас джасты просто сыпятся. Сыпятся по всем линиям, и разница уже больше, чем в 4000 по золоту. Это тяжелое положение, и маркер загулял на миде, отпускает сейчас ситуацию на топе. Ринектон туда не прилетит, у Грагаса почти откатился свой телепорт. Что-то подсказывает мне, что Вега серьезно идет вперед, и такие макроотогроши говорят о нервах джастов, которые ни в коем случае нельзя было им не контролировать, но именно, к сожалению, так и происходит. Я просто не могу понять, ВОЗ прилетает на топ на розыгрыш, на Ринектоне, с третью хп, и как бы вам можно... И дает скачок назад. Дает скачок назад почти сразу, да. То есть выглядит так, как будто бы команда следует какому-то колу, и информации просто не хватает. То есть ВОЗ не может дать информацию, что он не может сейчас прилететь, или что не нужно разыгрывать. То есть Люциан, который дает ульту на крипов перед началом драки, чтобы команда могла подойти к противнику. Зак, который залетает в трех экранах и вынужден звать Ринектон. То есть все это просто не складывается в одну картинку, как будто каждый игрок играет по-своему, но при этом у них есть, знаешь, это и не ранговая игра, где ты на такие плей вообще не рассчитываешь. Ты делаешь только файты наверняка, ты делаешь только файты, которые можно разорить по Алексе Маркер. Ринектон на боте возвращается на базу, надо бы Т1 поддавить хотя бы, хотя бы как-то что-то Ринектон. Ну, потому что сейчас уйдут на облачного дракона, Ринектон ушел по макро. Совершенно неправильно играют джасты, ужасно. Да, полностью, полностью потерялись. Они из четырех моментов, которые надо было делать, во всех четырех, пытались кинуть монетку и четыре раза монетка выпала не той стороной, которая была нужна. А это и не удивительно, потому что Вега не та команда, с которой монетку покидаешь. Они играют наверняка четко, правильно, знают, чего хотят и так далее. Да, они видят драку. Окей, видим Ринектона не на фулл-хп, играем. Не видим Ринектона или там, видим Ринектона на фулл-хп, Грагас, иди на бот, пожалуйста, забирай Т2. Все. Это почти так же обидно, как четыре раза сыграть подряд в Суэфа и проиграть. Такое бывает. Особенно, если на что-то серьезное. Самое главное, что он не на корову. Сегодня уже Сантос нам одну показал. Была очень хорошая. У нее вроде у Алистара очень классный первопринский будет скин. Слышишь? Корова Алистара. Он просто в костюме коровы ходит, да. Это неплохо. Неплохо. По-моему, что-то такое на ПБЕ уже появилось. Но, в любом случае, пока что появляются серьезные шансы на то, что завтрашние игры команд не будут решать ничего принципиального. Только, скажем так, какие-то незначительные изменения в местах. Может быть, выбор противника для Веги или не выбор противника для Веги. Но Джаст все еще борются за то, чтобы попасть в плей-офф весеннего сезона. И я думаю, что для них это не то, что, знаешь, это не то, что М19 бы оказались в таком положении и для них не выход в плей-офф был бы просто фатален. И там можно было бы ожидать любых изменений. Но все равно, когда шанс есть, очень хочется за него ухватиться. И я думаю, что Джасты относятся к этим матчам на этой неделе очень серьезно. Ну вот хотелось бы увидеть Ленингтона в действии, потому что время-то течет и с его течением заканчивается полезность Ленингтона. Она... На убыли. Уже все, уже ничего не увидишь. Может в каком-то драке... Не, не, не так. Пока еще увидеть можно. Бук совершенно мимо ультой дает. Все, мне не по задней. Все, сейчас можно на развороте играть. Веги там телепорт Грагас, а вот и Грагас. Грагас летит, играет по всем абсолютно. Лекс продолжает трейд, правда под фокусом оказывается, но еще есть дробовик. Сможет ли дробовик что-то сделать? Поздноватая ульта, но тем не менее. И босс продолжает урона много наносить, но он один остается против троих. Это по дробовику пытается доиграть и было близко, но Хекс, Лула все-таки его контроль отправил. Ну, не так уж и плохо на самом деле джасты разменялись относительно того, как это выглядело тогда, когда Грагас летел в троих, но 3-2. Размен, опять же, для них в абсолютный минус. Там дробовик не успел продолжить. Если бы он сыграл по залетевшему в драку Грагасу, сейчас хочет на поле добить джестера, у него есть все шансы успеть это сделать. Танковать он может еще 3-4 хита. А он он холли просто сокращал. И все. Настолько, как можно такое толстое пузо отрастить, чтобы так, с таким нереальным хитбоксом, нелегальным, просто доставать. Я не знаю, ты мне скажи. Я не буду говорить, это секрет. Т2 не может упасть, потому что пух подошел заблаговременно. Вот так вот продолжаешь секретничать сегодня, ничего не рассказываешь вообще. Ни одной истории от меня больше не услышать. Ну конечно. За следующие 5 секунд. Да конечно. Я вот знаешь просто, я чего не понимаю, почему таби ниндзя мне на пухе не понравились. Я за только ниндзя таби, но не идут они ему. Не по размерчику. Не по размерчику, во-первых. А во-вторых, все-таки ему откат перезарядки... Что такое, Юрий? Ты все про размеры продолжаешь. Юрий, размеры это не главное. Ты когда-нибудь слышал эту фразу? Нет. А ты видимо слышал. Не один раз. Не переводи стрелки, пожалуйста. Вопрос был адресован тебе. Так вот. И ему откат перезарядки критичен на мой взгляд сейчас. Ну на 30, а на все 40%. Может быть даже на 45. Через вторую ветку. Кстати, кстати, двоих рингтон убил в последних драках. Ну да. А какой бы топпер не убил? Царак. Рамус. Рамус, кстати, в таких драках, в долгих затяжных драках, где все дерутся в мели и там у Рамуса есть стернмейл, там у него Калис просто... Калис-то против Рамуса, я не знаю, что она... Она его бьет сначала раз 7, а потом перестает бить. А потом перестает бить, хотя ей больше некого бить. Она просто перестает бить вообще. По Занзе влетает. Ох, а тут Занза выходит. После этого... О, Джейстер летает хорошо. Занза еле живой. Джейстер ультует. Лекс подходит. Пошло искупление. Как Вега затягивает драку и с Эджейстера забирают. Босс долго тоже танковать не сможет. Надо выходить, пытаться. Лекс идет со скачка. Танкует много урона и в итоге выходит. Но это даблкил для Грэйса и убийство для Грагаса. И Вега выигрывает драку 3 в 0. И Вега идет... Повтор быстрее на маркера. К плей-офф. Быстрее повтор в лицо маркера. К черту бароны. Все остальное, не важно, что там, куда скакнул маркер. Быстрее... Что? Что сделал? Быстрее на маркера камеру и повтор. Потому что он дал скачок и всю драку отсутствовал. Где ты был? Я болел. Справку или записку от родителей? Нужно в таких ситуациях всегда просить Юрий. Ты когда не подделал записку от родителей, кстати? Нет, конечно. А если честно? Никогда не подделал. Я и не прогуливал никогда. Почти. 30% это немного. Нет, я... Но мы же не про университет говорим. В университете вообще прогулок нет. Сколько ясно. Там есть только объективные... У меня в университете 40 часов за семестр пропустил. До свидания. Поэтому было трудно прогуливать. Так, играют по Эдварду, но... Вега уже здесь. Лекс утягивает. Разворачивается Вега. Ну так, слегка. У Джастов вообще все довольно грустно сейчас, потому что 11 тысяч преимущества у Веги. Облачный дракон. Следующих драконов почему-то Вега пока что не спешит брать. Хотя, несколько облачных было бы застакать довольно-таки приятно. Не критично, потому что преимущества уже решающие. Арианна, самое главное, что камбэкнулась. Грейвс на фижн, Грагас на фижн, Калисто в порядке, Нонхолли тут как, Пух просто переигрывает и... Ух, за... Да, только вопрос в том, что если бы у них по золоту было бы примерно равным, то Пух убил его. Ну, уже убил. А так, отыгрыш Нонхолли в сторону Пуха стоит Пуху жизни, а отыгрыш Пуха стоит Нонхолли 30% здоровья. Которую он отопьет за 15 секунд. Он уже пол хп, что почти Грагас... Так, Джейстер не попал по Лексу. Да, и еще... Лекс достаточно еще сыграл так, сейфово, а мог бы сыграть так, что там пол хп бы снял с Джейстера. Такое бывает, когда ты очень сильно просел, когда ты потерял бароны, и все три стороны падают сейчас у Джастов. Правда, стоят пока ингибиторы. Джейстер рогатку отменил. Так, Нонхолли теряет здоровье, не очень много. Третья сторона падает Тетрит на ней. На боте Грагас пошел, палец он и доиграл, и убил его! И вот то, о чем говорил Юрий. И Грагас потерял на этом скачок, и... Третья здоровье, или пол хп дает. Минус три ингибитора, здесь сегодня явно не лучший день у Пуха, и в принципе у Джастов. Игра, к сожалению, не сдалась. Вега стабильно обыгрывает соперников, Джейстер добрывается вперед, и Эдвард может подстрелять. Минус босс, может быть, да, минус босса подобивает Лекс, и Вегас Квадрон отправляется в плей-оффы континентальной лиги, друзья, и первая башня Нексуса падает, вторая башня Нексуса падает, прямо сейчас вместе с ней Джи-Джи, мы знаем всех полуфиналистов континентальной лиги весной этого сезона. Поздравляем Вегу с Квадрон, которая оформляет себе путевку в плей-офф вместе с командами М19, Воевиктис и Виртус Про. Четыре полуфиналиста определены. Выглядели Вега, не считая отыгрыша дробовика в отдельных моментах, как лидеры сегодняшнего матча по всем показателям. Джасты дали пару неплохих драк, но это максимум, на что их хватило. К сожалению, Джасты зоны плей-офф покидают, хотя с достоинством защитили свое место в континентальной лиге, потому что, насколько я понимаю, они в зоне религиейшнов уже никак не окажутся. По-моему, не могут вообще никак, да, но еще там сегодня будут битвы для команды Нави, конечно же. 3-9 у Нави, и они даже если выиграют оба матча, все равно не могут отредить Джастов. 6-7 теперь становится. 6-7, да. В любом случае, увидимся мы с Джастами и завтра, и потом в летнем сплите. Очень нельзя сказать, что будет дальше с этой командой. Есть серьезные шансы, что весь состав сохранится, есть серьезные шансы, что мы увидим какие-то изменения в их составе, поэтому Вега в любом случае уже в плей-офф, Вега в третий раз в своей истории в плей-оффах оказывается. Подожди, я правильно понимаю, Юрий, что у нас всего две команды, которые в плей-оффах оказывались всегда. Это М19 и Вега Сквадрон. Континентальной лиги? Да. Всегда были они в полуфиналах. Вейвиктис, соответственно, в первый раз, и Virtus.pro тоже в первый раз. Да. Virtus.pro у нас была команда, которая брала топ-2 в СНГ единожды. Если я правильно помню, это было только один раз. Один раз им достались... Ну, Na'Vi два раза были, но в третий их не было. Да. Вот сейчас Na'Vi не выпадет. Na'Vi четвертое место. Соответственно, Vega и M19 являются самыми успешными в регулярных этапах командами нашего региона. Поздравляем их с этим достижением. Это то, на что Vega на самом деле, да, Vega ни разу не становилась чемпионом СНГ. Однако, свою цель по собиранию, да, когда они собрали состав, когда они заявили о том, что они первыми взяли такого фулл-тайм-тренера, который реально серьезно с ними работал. Первый такой мощный буткемп был именно у этого состава. И стабильность, которую они показывают на протяжении уже второго года в СНГ, она очень заметна. И летний сплит тоже выглядит для них вполне себе многообещающим. Сложно себе представить, что команды из Bottom 4, которые сейчас есть, смогут Vega за такой короткий срок догнать, перегнать и вытолкнуть ее из зоны плей-офф летом. Если только сама Vega это не сделала. Все же, прошлая неделя у них была не очень удачная. Позапрошлая. Позапрошлая. И поэтому трудно судить о том, какая Vega будет завтра, какая Vega будет через месяц или через три. Тренер ушел, были свои проблемы, были свои нюансы. Хорошая была в целом игра за сезон, она была скорее хорошей, чем плохой, но были свои нюансы, поэтому не зная внутренней кухни, не зная того, насколько игроки может быть устали друг от друга или нет. Трудно судить, какой она будет на следующий сезон, но сейчас это менее важно, чем то, что Vega смогла в плей-офф, друзья, пройти. Да, прекрасный отыгрыш по ходу всего сезона. Одна неделя действительно была плохой, несколько было неудачных матчей, помимо этого, но в целом суммарно, если все матчи сложить, получается очень даже себе мощный отыгрыш по ходу всего сезона на первых неделях блестящий, потом ослабли, потом вернулись. То есть команда показывает умение даже после такого долгого времени и, может быть, подрасслабиться и потом собраться. Об этом всем и о многом другом нам расскажет самый новый игрок Vega Squadron Lex. Спасибо. Готовы поздравлять еще одного участника плей-оффу, особенно тебя, учитывая, как давно ты в них не был. Поздравляю, и как у тебя вообще эмоции от этого? Спасибо. Вообще на всех плей-оффах ЛЦЛ или Старладера где я был, я выигрывал, поэтому я надеюсь, что это продолжится. Я буду очень стараться, Vega будет тоже стараться со мной, и я думаю, мы справимся и покажем хорошую игру в плей-оффах. Вообще нету какого-то волнения или предвкушения от того, что вот столько времени ты в плей-оффы не выходил, а вот в этот раз, наконец? Волнение было, когда был шанс, что мы туда не попадем, а сейчас как раз его нет, и только работа, работа, еще раз работа, и я думаю, нам еще стоит столько всего сделать, чтобы показать хорошую игру, и мы собираемся это делать. Так что нет, волнения нет, я очень хочу туда. Хочется спросить про Калисту, поскольку третья игра и третья Калист, почему она стала так популярна, за счет чего? Ослабление Варуса и Джина, то есть The Fire Touch на Джина, и ослабление Экзоста, который не снимает атак-спид больше, Калист будет прыгать под Экзостом, даже не важно, баф Ботрока и баф Фервара, поэтому Калист сейчас год тир, на самом деле, поэтому все команды из высшей части сетки ее пикают. Сегодня пока лидирует фаворит, у нас остался последний матч, и на твой взгляд, учитывая, что у Викисы были 0-2 на прошлой неделе, насколько следующий матч решен, на твой взгляд? Зависит, во-первых, от формы Na'Vi, если они собрались прямо под конец и такие, ну все, ребят, пора, давайте что-нибудь сделаем, они могут выиграть, но Вайвиктис сейчас выглядит на голову сильнее, поэтому я думаю, что будет быстрая игра в пользу Вайвиктис. Хорошо, спасибо большое за интервью, поздравляю, и мы передаем слово нашим аналитикам. Спасибо, Евгения, поздравляем Лекса, у нас есть участники полуфинала в континентальной лиге, это Virtus.pro M19, боевики с E-Sports и Vega Squadron, а у нас в гостях тренер команды Vega Squadron, Invy. Расскажи нам, что изменилось с твоим приходом, по-твоему, и как тебе работалось удаленно, именно получается, не имея связи с командой, и что позволило тебе сделать твое повышение, получается, с командой в плане твоего влияния на игру? Ну, на самом деле, изменилось не так много, просто у меня появилась возможность сходиться на драфтах, и если вдруг у нас какие-то сбалмошные идеи приходят именно уже на сцене, я стараюсь их отсеивать. На нет, да, полностью их убирать. Касательно всего остального, у нас, в принципе, больше ничего не изменилось, все осталось, как было, просто именно после недели 0-2 мы провели колоссальную работу, мы немножко изменили наш подход к тренировкам, мы немножко по-другому взглянули на наш драфт и сделали выводы из всего этого. Касаемо конкретно этой игры, вы были уверены в том, что все будет очень ровно и все будет очень гладко перед матчем с джастами, или какие-то опасения, возможно, какие-то сюрпризы могли бы вам картину подпортить? Мы считали, что все-таки какие-то сюрпризы будут, мы их ожидали, но мы не были уверены, какие именно они будут. Мы, скажем так, проанализировав игру Just Tove, мы решили то, что самое главное для нас это отыграть хорошо мидгейм и лейтгейм, потому что у них всегда возникают трудности именно в этих, в этом временном отрезке. Поэтому мы максимально сконцентрировались на эрли гейме, постарались отыграть его крайне безопасно, собственно говоря, что у нас по большей части получилось и после этого просто довели до логического завершения игру. При всем при этом? Наверное, один только дробовик немножко по ходу по плану не пошел, решил пойти своим путем. С учетом, в какой форме в последнее время находится Нон Холли, я думаю, здесь дробовик мог играть на 50 своих процентов, потому что Нон Холли выполнял крайне много работы и с задачами он справлялся. Здесь, например, инициация была просто великолепная, три цели раскидал и вообще та работа, которую он делал здесь не осталась незамеченной, потому что он проигнорировал то, что он стоит против Ринектона, он собрал себе магическое сопротивление первым, он пропушил, запушил Ринектона, по ротациям выглядел намного увереннее и приятнее, потому что он сдавал свои телепорты только тогда, когда они были необходимы, он лишний раз не заходил и это, наверное, основной момент, который Джастам сегодня игру проиграл, потому что они много своих сил бросали туда, где они не нужны были и Зак здесь совершенно не зашел как пик, который должен был играться инициативно, потому что его инициации все время уходили куда-то в молоко. Интересно то, что Нанхолли один из тех, кто регулярно пытался брать себе больше кэрри чемпионов на топ, чем танков, однако здесь был открытый Никтон, в забаве не сами Камилу, это был твой выбор, Инви, или это был выбор самого Нанхолли играть на Грагасе? Открою вам маленький секрет, у нас Нанхолли очень не любил Грагаса долгое-долгое время, но мы его заставили сыграть несколько скримов, ему очень понравилось торговать лицом, скажем так, и после этого он сказал, что это его чемпион, ему он очень нравится, и мы решили, что именно в эту композицию он у нас заходил, плюс мы ожидали, что против нас будет ЗАГ, мы об этом думали, и пришли к поводу, что именно здесь Грагас будет наиболее для нас полезен. Теперь, оглядываясь спокойно на регулярку и свой взгляд устремляя в плей-офф, с кем бы хотелось и с кем бы не хотелось играть в полуфинале? Тяжелый вопрос. Не хотелось бы играть точно с М19, а все остальное я считаю для нас в принципе более-менее равные соперники, и Вейвиктисы, и Виртус Про, они относительно играют в похожем плейстайле, они очень любят быстрые игры, и очень редко команды против них играли долго, то есть это было крайне редко. Посмотрим, посмотрим, что будет завтра, как пройдет завтрашняя игра, и после этого уже будем обсуждать, что мы хотим делать. Ну что же, три лидера свои матчи выиграли, остался черед за Вейвиктис Еспортс. Их матч с Na'Vi, следующий, небольшая пауза, мы вернемся, не уходите. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!